Важно. Одно дело способностей сам, другое дело сможет ли человек реализовать в силу таких комиссий. Он может у нас на автобусах. Да, конечно, конечно. И он в основном... Свет держал на равных, ну в хорошем смысле. Да, и он давал какие-то советы, часто просто звонил и говорил, вот, вот, мне кажется, вот, может быть, в этом турнире тебе стоит играть поспокойнее, попробовать так. То есть он давал какие-то общие советы, даже больше общие, чем в шахматах. В шахматах больше Хаспаров давал, не был за чемпиона мира. Он давал общие советы, но они в таком возрасте, на самом деле, не менее важны. Потому что очень много таких комплексов вещей, он сказал, которые у нас уже запомнили. И, конечно, вот этот бот-биньер. То есть, как говорят, сейчас тренинг-консультант в современном? Ну, да, скорее наставим, потому что по отношению к бот-биньер, как-то говорит к консультант, это не поднимая язык, то, скажем, не поворачивается. Нет, это, в общем-то, конечно, человек, ну, его все называют, уже при его жизни, его называют патриархом, и сейчас он как бы уже такой, да, патриарх, и этим все сказали. Действительно, он и никто другой патриархом не называться не был. Это патриарх в наших шахтах. Поэтому, конечно, каждое его слово мы все ловили, что называется, с открытым словом, и слушали, каждое его слово было, конечно, анализовано. Говорил он, кстати, не так часто, не так много, но очень мягко. Ну, конечно, ну, во-первых, я же этот патриарх существовал, когда я еще был ребенком, когда мы, я помню, что на первую школу бот-бинька мы отсюда выезжали, из этого подъезда скоро мы выезжали. То есть я сам здесь не раз встречался, когда он еще жив, был в последние годы его жизни. Лида Папкина просил показать в последних турнирах, он мне какие-то советы давал. Так что, конечно, для меня, в общем-то, вся жизнь наша шахта, связанная с этим данным, в том числе и в последние годы. То есть он легкий человек, был контактный? Нет, легким я бы не сказал, я бы не назвал легким, он был очень-очень принципиальным, очень бесконечным, но контактным, да. То есть я бы сказал так, что людей, которых он уважал, он относился фантастическим. Он помогал в любой момент. То есть были, правда, люди, которых он не очень любил, и с ними он просто, он ничего плохого не делал, но он предпочитал просто не общаться. Поэтому он был очень-очень принципиальный человек, но, тем не менее, я говорю, что к нам, вот, дети, в нашу школу, он очень сильно помогал. Он нам во всех отношениях, даже если какие-то были технические, там, бытовые вопросы, он всегда, я бы не знаю, что можно позвонить, он попробует решить. То есть действительно он был душевным человеком. Спасибо.